На Абаза ТВ время новостей. С вами Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Агитацию прервали все штабы. Кандидат в президенты. Аслам Жаня госпитализирован в тяжелом состоянии. Пункт преткновения или графа против всех. 3 марта ЦИК должен утвердить форму и текст избирательного бюллетеня. Правоохранители на пути вируса. Совещание служб ответственных за меры по защите населения республики от коронавирусной инфекции. Начнем с ситуации вокруг состояния здоровья кандидатов в президенты Аслан Абжания. Днем 2 марта кандидат в президенты Аслан Абжания почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу в Сочи. В течение нескольких часов о его состоянии поступала противоречивая информация из разных источников. А уже ближе к 19.00 стало известно, что вертолет санитарной авиации транспортирует кандидатов в президенты в одну из клиник Краснодара. И, как сообщает Абсадгил-Инфо, в Сухуме к собравшимся в штабе кандидатов в президенты Аслан Абжания гражданам обратился руководитель предвыборного штаба Александр Анкваб. Он сообщил, что состояние здоровья Аслан Абжания стабильное. «Давление стабилизировано, инсульта нет. Будут вывозить в Краснодар», – сказал Александр Анкваб. «Мы ожидаем квалифицированное врачебное заключение», – отмечается между тем заявление предвыборного штаба кандидатов в президенты Аслан Абжания. В совещании с членами Совета безопасности страны по вопросу госпитализации кандидатов в президенты депутата Народного собрания парламента Абхазии Аслан Абжания провел исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнакия сообщил о том, что держит связь с руководством клиник и российскими медиками. Генеральному прокурору Адгуру Аграба дано поручение незамедлительно направить в Российскую Федерацию сотрудников Следственного управления Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Абжания. Кроме того, министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамас Цахнакий обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову с просьбой оказать полное всемерное содействие в обеспечении необходимой медицинской помощи кандидату в президенты Аслан Абжания, которое 2 марта госпитализирован в сочинскую клинику, а позже перевезен в Краснодар на вертолете. Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалеевым в связи с экстренной госпитализацией кандидатов в президенты депутата Народного собрания Аслан Абжания. Как сообщает сайт правительства, Валерий Бганба попросил оказать содействие российской стороной по линии Министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов России для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Абжания. Предвыборный штаб кандидатов в президенты Атгура Ардзенба сделал заявление в связи с госпитализацией Аслана Абжания. В связи с тем, что кандидат в президенты Абхазии Аслан Абжания госпитализирован в Сочи, предвыборные штабы кандидатов в президенты Атгура Ардзенба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями. Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья, возвращения в Абхазию и продолжения предвыборной кампании, говорится в заявлении штаба кандидатов в президенты Атгура Ардзенба. В связи с тем, что кандидат в президенты Абхазии Аслан Абжания госпитализирован, предвыборные штабы кандидатов в президенты Леонида Дзабшба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями. Леонид Дзабшба желает Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья и продолжения предвыборной кампании, сообщает помощник кандидатов в президенты Леонида Дзабшба по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба. В связи со сложившейся ситуацией Абазатова приостанавливает предвыборные агитационные проекты в эфире канала. Мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг состояния здоровья кандидатов в президенты Аслана Абжания. В 19.00 2 числа в Сухуме началось экстренное заседание Народного собрания, посвященное состоянию Аслана Абжания. Главное не дать выйти ситуации из-под контроля, заявил на совещании Астамур Аржба. Его поддержали коллеги и согласились с тем, что от действий парламента сегодня зависит ситуация в обществе, но никак не зависит состояние здоровья кандидатов в президенты Аслана Абжания. Алхаз Джинджулия предложил не мешать врачам, не создавать депутатские комиссии и не вторгаться в работу медиков. Как депутат хочу сказать, и теперь уже как руководитель одного из штабов, нас сейчас всех и пугает вас с одной стороны, и раздражает, и напрягает отсутствие информации. Вот главный топор над нами висящий. За мной стоят сторонники, за Асланом Георгиевичем стоят сторонники. Главное не допустить малейших вообще каких-то кривотолков в отношении процесса происходящего. Только открытость, только достоверная информация проверенная. Естественно, это можно сделать, либо создав комиссию, мы уже привыкли к этим комиссиям бесконечным, но как-то отслеживать официальную информацию, ее получать, надо доверить тем, кому мы с вами все вместе доверяем. Для этого есть и официальные органы, можно и расширить их состав, но именно получение достоверной, проверенной информации, главное, своевременной, успокоит все население республики. Я хотел бы вас к этому призвать, своевременно и достоверно. Наш Минздрав на связи, данные получаемые из Краснодара, они оцениваются, отслеживаются, но зная работу врача изнутри, больницы, отделения и так далее, иногда чрезмерное желание узнать что-то им наоборот мешает, создает путаницу. Сейчас, не поймите меня, превратно, конечно же, надо съездить и отправить Томаза Мурменша или кого-то он выделит. Его не поддержал депутат Амар Джинджоли. Он считает, что комиссию создать необходимо, чтобы держать под контролем действия Генеральной прокуратуры. В прошлый раз, когда в мае месяце, в апреле месяце, когда это произошло, Генеральная прокуратура не нашла оснований для открытия уголовного дела. По всей видимости, таких оснований будет не найдено и сейчас, потому что это очень сложно в правовом поле и вообще, вот Дмитрий Сергеевич говорил о том, что тут нужны криминалисты и тому подобное. Но тем не менее, еще раз говорю, есть здравый смысл в том, чтобы такая комиссия начала работу, потому что эта комиссия в качестве депутатской комиссии может оказывать содействие или же противодействие неправильным или правильным действиям Генеральной прокуратуры. У нас достаточно юристов в парламенте, которые могли бы быть как бы независимыми арбитрами в этом году. Рауль Лола уверен, что госпитализация кандидатов президента Аслана Бжани – это продолжение того, что случилось в апреле прошлого года, когда он с неустановленным диагнозом попал в больницу и затем проходил долгую реабилитацию. По словам Лола, без Бжани президентские выборы вряд ли возможны. Здесь мы все должны понимать силы, которые могут быть здесь, внутри, за пределами Абхазии, заинтересованы в какой-то дестабилизации обстановки в Абхазии в преддверии выборов. Такое тоже может быть, и мы должны это тоже понимать, уважаемые коллеги. Поэтому, конечно же, я хотел бы вас всех сориентировать, чтобы все серьезно к этому подошли. Без штаба Бжаня, без этой стороны выборы не пройдут так просто. И мы должны все это осознавать очень серьезно. Поэтому, если кто-то думает, что как-то здесь можно спокойно пройти эти выборы, я не думаю, что это получится. Мы это должны серьезно понимать. Баталайба процитировал заявление Леонида Лакербая, заместителя главы штаба кандидатов президента Аслана Бжани, где он сказал, что безальтернативные выборы в Абхазии не состоятся, и рекомендовал прислушаться к этому посланию. Чтобы уйти от напряженности, я прошу коллег, всех своих друзей, соратников, вне зависимости от того, кто какого кандидата поддерживает, прислушаться к заявлению штаба. Вот у меня лично, без эмоций, без каких-либо. Алмаз Джоупо призвал коллег взять ответственность за своевременное реагирование на изменение ситуации и все же создать парламентскую комиссию. Может ситуация не то, что мы что-то не увидим, чем мы там поможем. Может потребуется наша реакция, в частности, что надо что-то сделать, и там реакции нет. И в этом ключе, я полностью согласен, давайте, господа, хотя бы двоих-троих людей определимся, кто будет координировать. Не обязательно ехать у палаты стоять. В качестве информации координироваться с Совбезом, координироваться с Премьером, координироваться по всем вопросам, иметь полномочия от парламента заниматься этим вопросом, чтобы завтра мы никому не сказали, что-то было не сделано, что-то там. Потому что от того, как эта работа будет проведена, зависит и от того, во что страна окунется в следующий период. Депутаты признали, что специалистов, которые могут доподлинно ответить на вопрос, что произошло в Абхазии, нет. Дмитрий Дбар подчеркнул, что для этого нужны криминалисты, которых трудно найти и в России. Но бездействовать в сложившейся ситуации народные избранники тоже не могут. Поэтому решили подождать до завтра и быть готовыми вновь собраться на экстренное совещание в любой момент. К другим темам. Пункт «Преткновение» или «Графа против всех». 3 марта Центр избирком должен утвердить форму и текст избирательного бюллетеня. В ходе предварительных консультаций мнения членов ЦИК разделились. Многие не считают возможным включать графу «Против всех» в бюллетень, потому что в 16 статье закона о выборах, которая регламентирует утверждение бюллетеней, нет ни слова об этой графе. В ходе прошлых выборов ее включили в бюллетень внутренним решением ЦИК по настоянию полномоченного по правам человека. В этот раз члены ЦИК не хотят брать на себя такую ответственность, и в который раз призывают парламент внести уточняющие поправки в закон о выборах. Репортаж Надежды Боровиковой. В Центр избиркоме снова недоумевают. То ли лыжи не едут, то ли закон о выборах президента Абхазии написан из рук вон плохо. На этот раз загвоздка в 16 статье закона, которая регламентирует утверждение текста и формы избирательного бюллетеня. Дело в том, что в этой статье нет ни слова о графе «Против всех». При этом в 17 статье, которая описывает подведение итогов выборов, сказано, что в протоколах избирательных комиссий должно быть указано количество голосов, поданных против всех. Это несоответствие появилось, когда вместо вычеркивания кандидата в бюллетени парламент постановил ставить галочки. Ну, раньше, когда была «Против всех» позиция, да, вот мы определяли, определение давало сам протокол, в котором было сказано, как определить, кто против всех. Там расшифровка шла, не ссылаясь на 16 статью, на сам бюллетень, а ссылаясь на то, что при определении, за кого проголосовал, в случае, если, раньше при зачеркивании зачеркнули всех, это считать как «Против всех». То есть не надо было в бюллетень как-то отдельно графу вводить. Сейчас же убрали, как должен выглядеть бюллетень, который против всех. Сейчас этой позиции нет. Графа осталась в 17 требовании, включение данной графы в протокол. А при определении «Против всех» визуально, если не включить отдельный пункт в бюллетень, определить невозможно. Таким образом, закон о выборах действительно не обязует ЦИК включать графу «Против всех» в избирательные бюллетени ни в первом, ни во втором туре. Возникает резонный вопрос, почему на прошлых президентских выборах такая графа была прописана. Оказывается, графа «Против всех» была утверждена в бюллетене решением ЦИК по настоянию уполномоченного по правам человека. Но в этот раз члены Центра избиркома хотят сделать все строго по букве закона. Мы проводим выборы по закону. Закон нарушать не будем. Впишут в 16 статью «Против всех». Впишем мы тоже. Не впишут – не впишем. Мы нарушать закон не имеем права. Тогда пошли на поводу этого. По правам человека пришла здесь, права качала. Пусть идет в парламент, где это должно быть указано. Пусть идет в ГАГский суд, где права человека защищают. И там защищают, не в ЦИКе надо защищать. Мы в ЦИКе работаем по закону. Существует в Центре избиркома и противоположное мнение. Во-первых, ЦИК должен быть последователен в своих решениях. И если один раз включил графу «Против всех» в бюллетене, должен поступать так и дальше. Во-вторых, голосовать против всех – это неотъемлемое право избирателя в любом демократическом обществе. Такие аргументы предоставляют сторонники графы «Против всех». Окончательное решение ЦИК должен вынести 3 марта. Но предчувствуя споры членов комиссии, председатель Томас Гогия в очередной раз просит депутатов внести уточняющие поправки в закон. Сегодня эта проблема, раз уж возникла, у нас ни задача, ни цель провоцировать какой-то скандал. Наша задача и цель – каким-то образом подключить к данной проблеме, проблеме, существующей в нашем законодательстве, на наш взгляд. Многие считают по-другому, что проблема в ЦИКе, а не в законе. Некоторые считают так. Но мы со своей стороны все-таки считаем, что в законе и законодательная наша структура все-таки должно как-то обратить внимание и принять какое-то решение. Какое-то. Опять же, я не настаиваю ни на том или ни на другом. Не включать или включать. Нет абсолютно. Томас Гогия указывает, что в нынешнем положении ЦИК снова некуда обращаться, чтобы правильно истолковать закон о выборах. Раньше была возможность получить толкование. Толкование какой-то статьи. Сегодня у нас нет структуры, которая дает толкование. Объяснение, толкование. Как его понимать. И мы вынуждены ссылаться в первоисточник. Первоисточником нашего закона является российский закон. 1991 года. Но российский закон 1995 года, частично взятый в 1917 году оттуда что-то, то есть галочка, пункт против всех в том столбе и так далее. Он противоречит уже 19-й статье. В 16-й статье того же российского закона нету. В случае, если против него проголосовало больше. Там такого нету. Набравший большее по отношению к другому кандидату является победителем президентской гонки. Вот и все. Стоит ли говорить, что в Российской Федерации за годы исполнения закона о выборах появилось столько уточняющих поправок, что сегодня этот закон выглядит как полноценная книга. В Абхазии же ситуация такова, что последние поправки депутаты приняли весной 2019 года, но почему-то не позаботились о том, чтобы согласовать их с основным текстом закона. Вот, например, Гражданский кодекс. Та его часть, которая регламентирует рассмотрение споров по выборам. Красным цветом отмечены части, вступающие в прямое противоречие с законом о выборах. В 2018 году это направили, не в 2019. Это что касается административного кодекса и что касается нашего закона. Отдельно также мы в 2018 году направили проекты законов, не просто перечень, как вот сейчас мы отправили список именно пунктов, которые мы считаем, что должны быть доработаны. А конкретно уже, как требует закон о внесении изменений в закон, пользуясь указом президента о предоставлении президенту, не в парламент, мы не имеем законодательную инициативу, но по указу президента имеем право представлять проекты законов по нашей части. Мы представили. Мало того, мы не разработали, а переработали законы, существующие законы об избирательных правах граждан. В проекте он у нас тоже существует. Мы направили в парламент. Наши друзья в парламентарии смотрели, они сразу надфутболили их. Сказали, это все не пройдет. Это все не нужно. Тут все и так понятно. Но два варианта есть. Или меняют ЦИК, или меняют закон. Заместитель председателя ЦИК Руслан Пантия уверен, что в нынешней редакции закон написан так, что какое бы решение ни принял ЦИК, закон все равно будет нарушен. И чтобы не наступать на старые грабли, предлагает не вносить графу против всех в бюллетень, тем самым четко выполнив требования 16-й статьи. При этом, если дело снова дойдет до второго тура, и закон останется без изменений, Руслан Пантия, так же как и Вячеслав Квиквискири, намерены сложить с себя полномочия членов ЦИК. Предположим, что у нас будет второй тур, тогда опять станет. Это 19-я статья. И опять, какое бы решение мы ни приняли, не важно, такое или такое, мы все равно будем неправы. Вот мое личное мнение, Вячеслав Евгеньевич, я его мнение тоже знаю, мы категорически не будем участвовать во втором туре. При таком состоянии закона. Брать на себя ответственность за последствия, которые вызовет недоработанный закон, мы все пишем, ну лично я пишу заявление, и с ЦИКа уйду. Я знаю, что многие придерживаются такого же мнения. Высказанные в репортаже точки зрения не являются официальной позицией Центра избиркома, а представляют лишь частные мнения председателя и его заместителей. Окончательное решение о форме и содержании бюллетеня будет принято большинством членов ЦИК на заседании 3 марта. Надежда Боровикова, Раму Камкия, Абаза ТВ. Правоохранители на пути вируса в столичной прокуратуре собрались руководители служб, ответственные за исполнение и распоряжение исполняющего обязанности президента о дополнительных мерах по защите населения республики от коронавирусной инфекции. Что уже сделано и какие меры работают в стране, расскажут наши корреспонденты. Контроль над выполнением поручения исполняющего обязанности президента возложена Генеральную прокуратуру Абхазии. Потому именно под руководством этого ведомства прошло расширенное собрание ответственных за недопущение распространения вируса в Абхазию. Наша задача организовать плотное взаимодействие. Очаг инфекции в Абхазии еще нет, об этом скажут специалисты. Но наша задача сегодня профилактика. То есть принять превентивные меры для того, чтобы не допустить проникновения вируса в Абхазию. На сегодняшний день вы видите, как быстро распространяется этот вирус. Уже примерно в 50 странах. Это и такие благополучные страны Европы, и страны с сильной, мощной экономикой. Поэтому мы должны все сделать, то есть поставить барьер на границе, чтобы этот вирус не проник. Ежегодно в рамках профилактики сезонных вирусных инфекций, в том числе гриппа, издается приказ Минздрава о методах защиты в случае острых респираторных вирусных заболеваний. Все эти инфекции оживают обычно к концу осени, говорит министр здравоохранения и соцобеспечения Тамас Цахнаги. В рамках данного приказа осуществляется вакцинация против гриппа. Мы это провели и в конце 2019 года вполне успешно. Прежде всего, декретированную категорию населения привили, в том числе детское население, поливалентное, трехкомпонентное, четырехвалентное, кстати, вакциной от гриппа, в том числе от свиного, птичьего, гриппа А и Б, известно. Поэтому у нас, учитывая особенности нашего региона, вспышки от острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа, ожидаются, как правило, конец января, февраль месяца. Вспышка сезонной заболеваемости в этом году пришлась традиционно на середину зимы. Тогда в мире уже были установлены первые случаи коронавирусной инфекции. Минздравом в конце января был установлен медико-санитарный пункт по реке Ингур. Медучреждения Абхазии обеспечены экспресс-тестами для диагностики гриппа А и Б. Это, собственно говоря, те профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение распространения вирусных инфекций, в том числе и коронавируса. Поскольку пути распространения данной инфекции, они практически идентичны с гриппом, и в том числе его клиническая симптоматика мало отличается от гриппа. Поэтому ряд мероприятий, они вполне эффективны также для профилактики коронавирусной инфекции. Очень важно в этой ситуации, учитывая тот факт, что коронавирусная инфекция, она не имеет специфического лечения на сегодняшний день. Только силами Минздрава решить все вопросы, связанные с профилактикой и недопущением распространения вируса не выйдет, говорит министр. Это вопрос взаимодействия всех структур, в том числе силового блока, для того, чтобы максимально эффективно осуществлять контроль на обеих государственных границах, не только на НГО. И мы готовы в соответствии уже с новым приказом, который буквально завтра выйдет у нас по Министерству здравоохранения, объявить карантин в лечебно-профилактических учреждениях нашей республики, для того, чтобы запретить доступ посторонних лиц в эти учреждения, за исключением пациентов, которые, естественно, там проходят лечение, или тех лиц, которые осуществляют уход за ними, но соответствующим режимом работы медицинского персонала. Это, еще раз повторяю, делается для того, чтобы обеспечить, прежде всего, профилактику гриппа А и Б, которые, кстати говоря, очень тяжело протекают, вот так называемый свиной грипп, птичий грипп. Нельзя не учитывать также и активное выявление и распространение коронавируса в соседней Грузии. Это стало поводом для исчерпывающих мер. Обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Я общался с руководством Минздрава России и с Роспотребнадзором, с руководством Роспотребнадзора, которые в ближайшее время нам окажут всю необходимую помощь. А в случае, если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, будут приниматься дополнительные меры. Это уже в процессе будет видно. Но максимально профилактические мероприятия должны включать в себя безопасность индивидуальная, то есть индивидуальные средства защиты. Это наличие всех необходимых медикаментов, прежде всего противовирусных препаратов в достаточном количестве и при развитии тех или иных осложнений. О ситуации на границе рассказал заместитель начальника миграционной службы Вячеслав Ганба. 7 февраля по 1 марта на территорию Абхазии не впустили 130 иностранных граждан, подпадающих под карантин. С 1 марта вступило село новое распоряжение. И вот буквально за сутки уже запретили вест 80 иностранным гражданам. Это всего лишь за сутки. Совместно с пограничным отрядом, с пограничной службой, прошу прощения, то есть наши сотрудники стоят на границе и, в принципе, не пропускают никого. По новому распоряжению? Так точно. На КПВПС. Ваши там круглосуточно? Наши круглосуточно. У нас смена состоит из 4-х человек. То есть круглосуточно они стоят на границе. То есть, минуя вас, прохождение невозможно? Ну, даже теоретически, если они пройдут нас, то пограничную контрольную, пограничную службу они вряд ли пройдут. Встреча представителей ответственных органов продолжилась без участия журналистов. Элеонора Гилаян, Эдуард Ракелян, Абазатовая. Лучшие в профессии. Подведены итоги творческого конкурса «Союза журналистов Абхазии. Лучшая журналистская работа 2019 года, организованного совместно с Министерством финансов Абхазии и Министерством по репатриации». Вместе с этим событием абхазские журналисты отпраздновали свой профессиональный день, который отмечается в стране 27 февраля. Любой телевизионный продукт – это труд нескольких людей. Вот это самый важный эффект от материала. Зависит от того, как все, кто задействован в проекте, работают. Это не только моя премия, не только моя заслуга, это заслуга оператора, заслуга автора. Идея самая главная – это вот, может быть, этот проект и не появился бы вообще и на абхазском телевидении, если бы отец Давид Сарсани, который на месте к Новоафонскому мастерю, который пришел на ГТРК с такой идеей сделать такой цикл программ. И благодаря ему этот проект до сих пор идет, и мы вместе работаем над этим проектом. Потом операторская работа, монтаж. И вот у нас вот такая получилась хорошая команда людей, которая нацелена на результат, которым так же, как и мне, интересно работать над этими важными социальными темами. О том, чьи творческие работы, по мнению жюри, стали лучшими в различных номинациях, расскажет Виола Барганджи после выпуска новостей. Ликвидировать последствия исполняющей обязанности президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание, в котором приняли участие глава Сухумского района Валерий Смыра, начальник государственного управления строительства Тимур Аграба. Глава правительства распорядился в короткие сроки привести в порядок участок автомобильной дороги в Нижней и Шире. Подробнее Анастасия Никонова. В ночь на 1 марта сильный ливень стал причиной оползня, который разрушил часть автомобильной дороги в районе реки Шицквара в Нижней и Шире. Автомобиль, который двигался в тот момент по дороге, съехал в Кювет. Доставать транспортное средство пришлось с помощью подъемного крана. Водитель не пострадал. Как отметил глава администрации Сухумского района Валерий Смыр, за сутки оползень разрушил более 50 метров дороги, что связывает село Ишера с республиканской трассой Псов-Ингур. Изначально скажу, первого числа, примерно где-то начало седьмого утра, разошло оползни. Даже житель наш на машине попал, наверное, видели кадры, фотографии. Этот участок, вообще это для нашего села, я сам здесь недалеко живу, центральная дорога была, но обвязная дорога здесь рядом есть. Пока мы все ее будем эти дни приводить в порядок, чтобы люди могли пользоваться. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 2 марта провел совещание, в котором дал соответствующим службам распоряжение ликвидировать последствия природной стихии. Глава правительства поручил в первую очередь провести предпроектные работы, определить глубину сваи и качественно спроектировать подпорную стену. Получили задание от премьер-министра составить проектно-сметную документацию на данный участок автомобильной дороги. В ближайшее время начнутся предпроектные работы, изыскательские работы, проведем геологию. Разберемся, на какой глубине залегают коренные грунты, для того, чтобы определить глубину сваи и приступим к разработке проектной документации. Работы, скорее всего, будет выполнять Абхаз-Автодор. На сегодняшний день, в принципе, тут видно, что порядка 60 метров будет железобетонная монолитная подпорная стена на сваях. Других каких-то более простых вариантов нет. Мы рабочие совещания уже провели на месте со всеми заинтересованными службами. Но проектная документация в течение недели будет составлена. Там уже, как пример, примет решение о финансировании. Как только все данные будут сверены и утверждены, специалисты приступят к восстановительным работам. А пока жители села Эшера передвигаются по объездной грунтовой дороге. Анастасия Никонова, Сосракуа, Гухава, Абаза ТВ. У православных начался Великий пост, самый продолжительный в году. Он завершится 19 апреля. На эту дату в 2020 году выпадает Пасха. Великий пост самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной Церковью. Начался 2 марта после Прощенного Воскресения. В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Воскресение. Поэтому Великий пост – первый из многодневных постов, цель которого – добиться внутренних качественных изменений. Это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей. Внимание! Водоканал столицы сообщает. 3 марта с полуночи до 18.00 в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача питьевой воды в районах Старый поселок, Яштхо, вокзал, рынок, центральная часть Сухума, Вьем. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, во вторник 3 марта в республике переменная облачность, без осадков ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 9, днем до 19 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. И пусть наши вести будут добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин